Алиса, я дома. Легко. Сделай ярче. Есть. Выключи кухню. Легко. Поставь синий цвет, светодиодная лента. Хорошо. Сделай теплее. Без проблем. Сделай холоднее. С удовольствием. Всем привет, с вами ГОБЗОР.КОМ. Не так давно мы опубликовали обзор интеграции умного дома Рубитек с голосовым помощником Яндекс Алиса. Он вызвал интерес со стороны читателя на нашем сайте и к нам поступила сразу серия вопросов, на которые мы сегодня и хотим ответить в рамках данного обзора. Кстати, первый и самый главный вопрос был, обязательно ли использовать колонки с Алисой. В прошлом материале мы действительно сделали акцент на управлении с помощью Яндекс станции, Яндекс станции мини, но для голосового управления не обязательно приобретать и устанавливать колонки. Голосовой помощник доступен в смартфонах и планшетах и даже ноутбуках. Установив приложение Яндекс на свое устройство, получаем возможность отправки команд прямо на него. На текущий момент у Рубитека есть большое количество устройств. Это розетки, блок управления, выключатель, сетевой фильтр, лампы с разными патронами, светодиодная лента и USB модуль управления, интегрируемый в климатические устройства. Данный список, как вы видите, разный из направленностей, он постоянно пополняется. И в будущем, я думаю, будет еще много интересного. Сам процесс добавления проходит первоначальной установкой центра от Рубитека. Это приложение для Android и iOS доступно. Сам процесс добавления прост и проходит в виде наглядных иллюстраций. Для Wi-Fi устройств, а именно они поддерживают интеграцию, необходимо будет добавить данные домашней беспроводной сети. Сам список устройств выводится в виде плиток или списка. Доступен выбор между светлым и темным интерфейсом. Компоненты можно детально настроить. После этого открываем приложение Яндекс. Во вкладке управления устройствами проводим добавление с авторизацией. Ранее созданных аккаунтом Рубитек устройств вводится список, доступных для интеграции. Им можно присвоить имя, которое в последующем будет использоваться для голосовых команд. Каждое устройство можно открыть в приложении и провести его включение-выключение кликом по экрану. Для каждой вводится список поддерживаемых команд. Такой список заметно упрощает освоение голосового управления с помощью Алиса. Но этот список не является финальным. Его можно дополнить сценариями сложными. Например, задает самостоятельно. Я дома, я ушел, вечеринка, романтика. И для выбранной фразы вы задаете список необходимых устройств, по которым будет идти смена рабочего статуса. Произнеся фразу, например, Алиса, я дома. Включается свет в комнатах, фоновое освещение, светодиодными лентами, кондиционер, бризер или обогреватель. Сейчас я предлагаю посмотреть живые примеры управления и подсветкой, и климатом. Если у вас останутся вопросы, мы с удовольствием ответим. И в дальнейшем, я думаю, мы детально еще излучим интеграцию с Google Home, с iOS. Алиса, я ушел. Здравствуйте. Алиса, я пришел. Алиса, я дома. Легко. Алиса, я ушел. Без проблем. Алиса, вечеринка. Окей. Алиса, включи кухню. Пожалуйста. Алиса, выключи кухню. Есть. Алиса, включи тостер. Алиса, включи стиральную машину. Включаю. Алиса, выключи стиральную машину. Есть. Сделай теплее. Без проблем. Сделай холоднее. С удовольствием. Поставь температуру на максимум. Без проблем. Выключи конвектор. Включи конвектор. Хорошо. Поставь температуру 20 градусов. Без проблем. Сделай ярче. Есть. Выключи кухню. Легко. Легко. Поставь синий цвет. Светодиодная лента. Хорошо. Поставь зеленый цвет. Светодиодная лента. Хорошо.